В машине сейчас нервничают все! Я в ужасе. Реально пи***ц. Жутко и колоритно. Сонко что поели. Запах опасности. Я бы уже принюхался. Можно немножечко ссыкануть. Надо бритвы сразу было, Лёх. Да, только еще на куринку. Че как, Ань? Я в ужасе. Так, значит, ребята, мы где-то потеряли почти два часа в аэропорту. Машину мы запронировали в компании Prepaid Car. Офиса в аэропорту Касабланке нет. Там встречал нас человек, ну как встречал? Мы его потом нашли. Или он нас нашел. Машину мы как бронировали Б-классу, но машину дали классам. Ну, в принципе, Б-класса, но универсал, скажем так, большой. Какой-то микровен. Дадача лоджи, да? Вот. И, ну, в принципе, машина себя по кругу вообще покоцана. Нашлась она нам в 13 тысяч рублей на две недели. Стоимость бензина около 70 рублей. 70 рублей? Чуть дороже. Так, друзья, у нас тут кипят страсти. Страсти накаляются. Вот, 120. Как вы могли заметить, за рулем не Алексей, не я, а Аня. А Аня. У нас как-то, ну, отчасти, можно сказать, нормально. Извините, ой, извините. Такое, почему такое было спонтанное решение? Алексей говорит, а давай, говорит, на Аню машину забронируй. И мы забронировали на Аню. Аня у нас, ну, как бы, водительского середина есть, но можно сказать, начинающий автолюбитель, осторожно. Как бы, машине сейчас нервничают все, все, и водители, и пассажиры. И, как бы, это еще по трассе, еще неизвестно, что будет в бараканских городах, типа Феса и Марракеша. Так как там люди, кони, ослы, повозки, все смешалось, мотоциклы, машины. Ну, кажется, сейчас доедем, посмотрим. Да, на самом деле мы в Касабланку съезжать не стали, и, в принципе, изначально не планировали. Сейчас мы едем сразу в один, в еще один из самых крупнейших городов Маррока, это Фес. Про Фес я расскажу чуть-чуть позже. А что, в принципе, можно сказать про Маррока? Маррока, это название, общеизвестное в мире, но сам название на арабском языке «Аль-Магриб», что переводится с арабского как «Запад». Население Маррока около 35 миллионов человек, располагается на Северной Африке, самая западная часть ее, и омывается Средиземным морем и Атлантическим океаном. Вот у нас как-то вот так, вот пока. И ехать нам до Феса еще осталось 300 километров с копейками. Официальный язык Маррока — это арабский и берберский, но знание арабского языка, а я его таки немножко знаю, здесь сильно не поможет, так как этот диалект не понимает большинство остальных арабских стран. То есть здесь все по намешанному языке. И, в принципе, здесь можно сказать... Еще один из, скажем так, второй официальный, неофициальный язык — это французский. На французском языке здесь говорят практически все поголовно. Но французский язык тоже нас не знает никто. Бонжу, почему нет? Бонжу, коммон, сава, вот этого, да? Мерси, трепен. Ну ладно, поехали. Кстати, кто сейчас прямо вот не кукли назовет в комментариях столицу Маррока, тот молодец. Да, в Маррока, кстати, нет довольно много платных дорог, но стоит-то не относительно недорого. То есть мы за один сегмент заплатили, скажем так, 35 рублей, и сейчас чуть-чуть менее 70. Автомагистрали в Маррока очень хорошего качества. Не зря марокканские дороги считают лучшими в Африке. Автомагистралям разрешено двигаться со скоростью 120 км в час. Короче, несколько часов спустя доехали до Феса. Аня километров через стол начала вырубать, стемнело. За руль пришлось сесть нелегально, под конец Феса опять села Аня. И здесь реально пиздец, можно заблевать, заблудиться. Короче, ад. Мы поставили машину. Некоторые путеводители советуют непременно нужно затеряться на уличках Феса. Типа топ-10, что здесь нужно сделать? Здесь, блин, невозможно не затеряться. Мы здесь, вроде, относительно недалеко от стоянки. Мы уже заблудились. То есть, реально, стоит две минуты по уличкам пройти, и все. Это уже непонятно, куда идешь и откуда пришел. Когда мы дошли до Риада, забронированного нами заранее, пришлось подождать, когда освободится от вечернего намаза его администратор. Парень, прилично так накуренный, он сказал, что мест нет. И если вы думаете, что это форс-мажор, то это только отчасти правда. Так как такие ситуации в Маррока в порядке вещей. Более того, за все время нашего путешествия без проблем мы заселились всего в пару мест. Администратор стал обзванивать соседние ряды на предмет наличия мест. В итоге мы заселились в Дару Асим, то есть в дом семьи Асим. Налево. А теперь направо. Направо. А теперь налево. И далее снова налево. А вот наш отель. Мы что-то заселились. В Риад. Риад. Ряд это вообще, ну, постройка такая, где снаружи, грубо говоря, глухие стены. И никогда не поймешь, что находится внутри. Там может быть какой-то притон, так и дворец. И внутренний дворик. То есть это в свое время защищало от жары, ну и от посторонних глаз. То есть вот этот нам номер обошелся. Три тысячи рублей за две ночи. Ну, конечно, полторы тысячи рублей за все. Пошел я, правда, вот здесь снаружи. Я еще не был, мы даже говорили так себе. Мы, наверное, сейчас особо-то не будем. Ничего, так сказать, выдумывать. Именно возьмем очень поблизости. Вот здесь тоже опасно далеко выходить вообще. Да, взвернул и все. И пропал до утра уже на дите. Сейчас возьмем что-нибудь перекусить, наверное, помоемся и спать. А с утра уже, так сказать, займемся осмотром города. Значит, мы вот с Алексеем, хозяином, ряда проводим. До кафешки мы проходили. И вот, что мы взяли? Вода. Вода стоит 6 дирхам. А что, 36 рублей бутылка? Да, да. Вот, и омлетик берем. Стоит 10 дирхам. 60 рублей в порции. 61 дирхам. А что там, картошка, все подряд, да? Как будто все подряд, да. Обычно оно такое. Микс. Нормально, сказать, микс. Вот супчик, супчик, супчик. Сейчас горяченько. Горяченько вы хотите похлебать, да. Жутко и колоритно, конечно. Доброе утро, друзья. Тут уже утро такое, уже 10 часов по местному времени. И мы переселяемся. Так, потому что там комнату отдали местные. Вообще было некуда заселять, потому что она серла, посуды, все дела. И переселяемся в одну из нижних комнат. Обе хорошие. Пока завтрак. Жили мы вот так. Только что поели. Только что. Ладно, полчаса хотя бы прошло. Только что поели. Боюсь, чья-то кожа будет с моими... Ребята, мы очень подошли до... Как дошли? Хозяин нашего ряда привел нас в один из кожеверных магазинов, который приглашает на крышу посмотреть на одну достичь внести Ефеса. Это кожеверные мастерские, которые... Здесь кожа, в принципе, изготавливают на протяжении веков. Вымачивается в конской моче, в красителях. Натур-продукт. Запах здесь стоит, ну, прямо скажем так, себе. Но если будет вниз, наверное, совсем стошнит. И при этом приглашают на крышу, как бы, чтобы... Ну, в лучшей видимости, торговцы с расчетом на то, чтобы у них что-то купить. А, и чтобы здесь как бы сильно не чувствовать запах, посетителям дают веточку мяты. А я вроде бы уже принюхался нормально. Кожеверное дело – это национальное марокканское ремесло. Ефес можно назвать кожеверной столицей Марокко. Здесь более тысячи лет занимаются выделкой и обработкой кожи по старинным технологиям, не используя кислоты, щелочи и подобную химию. В ход идут только натуральные компоненты. Для начала кожу очищают от шерсти с помощью негашенной извести. А чтобы она была мягче, добавляют соль и голубиный помет. Для придания коже оранжевого цвета используют хну. Для желтого – шафран, для зеленого – мяту, для красного – мак, коричневого – кедр. После всех процедуров кожу промывают и развешивают повсюду на просушку. Красильни Шуара Фесси, наверное, самые посещаемые туристами среди всех красилин Марокко. Здесь в воздухе витает зловонный запах разложения. Если зимой он еще не настолько убийственен, то летом от него, говорят, люди просто теряют сознание. Ну и как бы здесь же куча кожевиных магазинов, точнее, ну и кожу продают, и изделия. Обратите внимание, что после посещения красилин с вас будут требовать чаевые. Хотя вход действительно бесплатен. Мы этой участи избежали, так как были вместе с хозяином нашего ряда, который рассказал о том, что с братьями не учился в школе и с малых лет работал в этой самой красильни, где рабочий сейчас получает около 10 евро в день. После многолетнего труда кожа на его ногах была на вид полностью в химических ожогах. План минимум мы делали по посещению всех родственников, хозяина нашего ряда. Обязательные условия. Да, да, да. И теперь мы идем уже сами по себе. Дневной фест кардинально отначается от ночного. Я как-то ночью лучше ориентируюсь. Нет, у днем здесь жизнь кипит, а ночью так здесь такой легкий запах опасности присутствует. Когда еще идешь втроем, вроде бы ничего, а когда один, наверное, можно немножечко сэкономить. Фест является вторым по величине городом Марокко после Касабланки. Это старейший из четырех имперских городов этой страны. А тысячу лет назад он был одним из самых крупных городов мира. Старая медина Феса, Феса-ль-Бали, на протяжении уже 40 лет входит в число памятников всемирного наследия. И это одна из крупнейших пешеходных зон мира. Мы дошли до какого-то музея. Ну как дошли? Шли, шли, оп, музей. Вот, вот 20 рублей там. 120 рублей. ВОСТОРЖЕННЫЕ 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 В Говорили, знаете, у нас в кафе, напитки 10 дирхам, кофе 15, и набор, скажем так, бизнес-ланч, 120 дирхам, это 700 рублей где-то набор, то есть это джин, шашлык там, ну, короче, сейчас посмотрим. Сегодня реально, ночью как бы довольно-таки прохладно было, там ребята, говорят, замерзли спали под умер дьяволом, это уже в термуче спал, а днем около 20 градусов, а на солнышке как бы вообще так припекает без здоровья. Гадина, они, правда, об этом это не скажешь, она там в джилетке, в свитере, она просто отогревается после ночи. А говорят, что, ну, я посмотрела, просто женщина вообще не ходит с открытыми руссками, я бы сняла, но как-то некомфортно себя чувствуешь. Мужчины-то не особо не ходят. И мужчины, я ни одного мужчину не стою сегодня, я вновь здесь. Ну да, все закрыто. Вот, единственный мужчина, который ходит с руссками. Да, вообще, как бы Эфес считается культурной, научной и религиозной столицей Марокко. И был официальной столицей в свое время, когда, скажем так, государство Дербанили, был Марракеш столицей, Эфес столицей. В данный момент столицей является город Рабат, который вообще мало кто-то знает. Ну, и смотреть там особо тоже нечего. Ну, мы как бы прервемся на небольшую рекламную паузу. Для дезинфекции. Ребята, так что запомнили? Время полтора дня, что сегодня у меня день рождения. Ну, как вспомнили, да, я сказал, что у нас. Покажи, пожалуйста. Да, там еще кефты лежат. Мясо. Ихтерки. Да, ну, конечно, такие шелчки, сейчас попробуем. Значит, здесь что-то и мясо, да, и говядина. Играя, курица, правда. Ну, кстати, вкусненько. И порцию на троих, ну, тоже прям наесться, но перекусить очень даже. Да, кстати, национальный марокканский напиток, это чай без мяса. Ну, что десерт принесли? Ну, десерт, честно, бананы, мандарины, апельсин, ауды. Это тоже корицы, что ли? Да, ауды, яблоко. Яблоко, все почечное. Не знаю, везде ли или нет, но в меню еще в меню счет входит обслуживание 10%. А там было все напитки? Смотрим 181,5 дирхам. Ну, это не сколько? Ну, тысячи. За все. Также Фесс имеет титул крупнейшего в Северной Африке Центра исламской культуры и образования. Именно Фесс ведет образовательную деятельность университет Аль-Карауин, признанной книгой рекордов Гиннесса старейшим в мире постоянно действующим высшим учебным заведением. Образован он был в 859 году. Старую Медину Фесса называют самой запутанной квадратной милей, где тысячи улиц и переулков общей протяженностью в 73 километра запутают даже самого прожженного путешественника, так как ни одной подробной карты Фесс-Льбали не существует. Да и навигатор из-за узких улочек с высокими стенами домов здесь практически бесполезен. Плюс ко всему в домах, как правило, отсутствуют таблички с названием улицы. Таким образом в городе хорошо ориентируются только местные, которые смогут вам помочь. Причем почти со стопроцентной вероятностью потребуют после этого бакшиш. Тарелочка не знает, сколько тарелок цена. Да, вот здесь обычная штампованная тарелка такая стоит 100 дирхам. Мы купили ручные работы. Так, а уже убрали, да, с серебром за 300. Субтитры делал DimaTorzok Сразу было, Лёх, опаской. Вон, как того парня стригут. Пока Алексея вот здесь стригут, молодой человек справа дурь курит. Он уже покурил, решил убраться. Заморочился вообще. В чем с такой трубки длинной, под полметра. Алексей, всё? Всё. Халас? Ну, чё, апатичный, красивый. Асхаль. Джамиль? Ибраим. Джамиль? Джамиль. Хабиби. Чёрт. Ха-ха-ха-ха. Кто есть трешечка-то? 30... 30, где там? 180. 180 рублей. 30 рублей. Ну, чё, так-то в Москве-то? 150. Ну, это... В Москве 150? В Москве, так, так. Не в барбершах. Не в барбершах, ты. Это так-то и здесь тоже такая подпольная цирюля? Да, только еще на курицу можно Опция Опция, да-да-да Алисин воспользовался допопцией Танури? Ааа, мы в Танури Да Да Ну ты че там присел-то? Он поход здесь решил затусить Ты че там сел-то? Надо было присесть Ха-ха-ха Мега крупные клубники 120 рублей за килограмм 20 дирхам Павлин, вот так Соу-соу Конечно пакетик на 10 дирхам 60 рублей И всякая лучше чем у нас И да, мы едим не не мытую, она помытая Ну в смысле нами Ка-ха-ха Чтобы так пакетик ехател Что-то так пакетом Солнечный Руки Эта Вот ряда Просто Г 물방ам Солнечный Солечный Солнечный Аб tour К sash